Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Мы уже переехали и готовы встречи большой группы с разных городов, с разных стран. И поэтому, и те, кто понимает, что такое виртуальная и телепатическая работа, или у кого доверие настолько сильно, или у кого устремление настолько сильно, но, пожалуйста, приобщайтесь к нам виртуально. Мы будем работать с 24 числа, с 11 часов утра. И вечером я позже сообщу, в какое время. Сейчас пока еще этот вопрос не решен. Сегодня вашему вниманию я предлагаю тему «Переход в пятое измерение пробуждения Божественного сознания». Отец-Абсолют читает Лора. Если будут какие-то выстрелы, не придирайтесь, потому что это огонь в камине и треща драма. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мне хотелось бы подвести итоги нашего разговора об индивидуальном сознании человека. Итак, прежде всего, сознание человека определяется уровнем его духовного развития. Именно оно является той самой вибрационной шкалой, которая указывает на какой энергетической волне находится человек в данный момент. Конечно, мало кому удается удерживать частоту вибраций постоянно на одном и том же высоком уровне. Слишком уж насыщенной и разнообразной бывает жизнь человека, окунувшегося в трехмерный мир. Но если его сознание выныривает из этого мира, то, как правило, человек начинает уже совсем по-другому относиться ко всему, что с ним происходит, и пытается найти ответы на все свои вопросы уже в иной плоскости, не материальной, а духовной. У кого-то на это уходят многие годы, а кто-то совершает резкий рывок и проходит свое духовное взросление экстерном. Очень многое здесь зависит от возраста души, воплотившейся в теле этого человека. Древняя душа приходит на Землю с огромным запасом знаний и делает все от нее зависящее, чтобы эти знания проявились вовне. Происходит это по-разному. У кого-то в счастливые моменты их жизни, а у кого-то в трагические, в качестве экстренной помощи человеку, потерявшемуся в лабиринтах трехмерного мира. Это нашло отражение и в вашем языке пробуждение души. Если ум человека можно развить и натренировать, то душа действительно должна пробудиться. И после того, как это происходит, человеческое сознание начинает жить уже совсем другой жизнью. В мыслях, эмоциях и поступках человека превалирует уже духовная, а не материальная составляющая. И все, что происходит с ним, его окружением, с планетой в целом, он оценивает уже не с позиции человека трехмерного мира, а с позиции Бога человека. Другими словами, он смотрит на все с точки зрения соблюдения или несоблюдения законов мироздания. И как уже говорилось в моих предыдущих посланиях, у кого-то это происходит осознанно, а у кого-то интуитивно. Сейчас же главной задачей каждого из вас является повышение уровня собственного сознания, в результате чего на новый уровень своего развития выйдет и коллективное сознание человечества, о котором пойдет речь в моих следующих посланиях. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами. Приняла Марта. Вы прослушали тему пробуждения Божественного сознания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова